Под председательством Акима области Нурмхамбета Абдебекова прошло традиционное августовское совещание педагогов. Участниками стали более 5000 человек. О результатах прошлого учебного года, имеющихся проблемах и задачах на предстоящий период в нашем следующем сюжете. Под председательством Акима области Нурмхамбета Абдебекова прошло традиционное августовское совещание педагогов. Участниками стали более 5000 человек. Как известно, наше государство в 2015 году в рейтинге индекса развития человеческого капитала среди 124 стран мира заняло 37 место, поднявшись на 8 позиций по сравнению с 2013 годом. В том числе наиболее высокие результаты Казахстан продемонстрировал по развитию системы образования. Отмечено динамичное продвижение Казахстана за два года по показателям качества системы образования всего на 9 позиций. В прошлом году впервые за много лет в регионе появилась проблема трехсменных школ. В связи с ростом населения школа лицея номер 101 Караганды и школа номер 16 города Сатпаев перешли на трехсменное обучение. Для решения проблемы в этих городах начато строительство новых школ. Несмотря на особый период в развитии экономики, в нашей области в прошлом году ввелось строительство шести детских садов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию. В целом охват дошкольным воспитанием выше республиканского показателя. Для улучшения качества образования проводилась также системная работа по обеспечению школ современной компьютерной техникой, интерактивным оборудованием и подключением к широкополосному интернету. На результатах прошлого учебного года, имеющихся проблемах и задачах на предстоящий период остановился в своем докладе руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. Он привел результаты исследования оценки учащихся в рамках проекта «Таным». Анализ показал, что школьники не владеют элементарными знаниями в сфере экономики и собственного здоровья. Асхат Аймагамбетов также отметил, что условиями эффективного функционирования любой системы является грамотный менеджмент. Часть отделов образования перешла на новые стандарты. Очередь за остальными и отдельно за директорами школ. В этом году для определения профессиональной компетентности будет проведено тестирование также и для заместителей директоров. На сегодняшний день, к сожалению, директора в основном сосредоточены на решении хозяйственных вопросов. Вопросом содержания образования внимания деляется мало или делегируется заместителем директоров по учебной работе. Таковы реалии сегодняшнего года. Подводя итоги совещания, Нурмухамбет Абдебеков отметил, что прошлый учебный год дал ряд значительных результатов, положительно повлиявших на повышение качества образования. Вместе с тем выяснились проблемы и определены задачи, над которыми предстоит работать в дальнейшем. Батагос Батырбекова, Жанайдар Рахимжанов, Айдос Садыков, 5 канал.